МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Олега Табакова. Что народный артист подарил Марине Зудиной в день бракосочетания? Это, в общем, фактически наша свадьба с Олегом Павловичем. Чем сейчас занимается его старший сын Антон? Ну, выражение лица у него не очень довольное. Не то, чтобы он одобряет. Почему младший сын Павел редко публикует фото папы в социальных сетях? Это то время, когда я еще толстый был. Какое-то это лето, ты чего? СМЕХ И как Олег Табаков шутил над Евгением Евстигнеевым? СМЕХ Все. Та-там! Свои! Свои! В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят. Только чужие шассают. Не будем дверь открывать. С ума сошел. Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом Семейство Табаковых. Наверное, я должен был сказать Табаковых Зудиных, нет? Я в меньшинстве, поэтому можно Табаковых. Без обид? Без обид. Хорошо. Начинаем тоже, что без обид. Не знаю, как звали в этот период, Олег Павлович, лёлик. Сколько здесь лет? Думаю, здесь года три-четыре. Так. Мне кажется, пять. Нет. Нет, так не выглядит солидно. Это ещё на горшке. А не видно, кстати, что на горшке. Вот парень, дома дело учится. А, Кобелев! Здравствуй, здравствуй, друг. Эх, каким он тебя молодцом вымахал. Женишок, он у нас. Павел Олегович, когда мы с вами беседовали несколько лет назад, я с удивлением узнал, что вы маму называете не мамой, а по имени. Да. Чем мотивируете? Ну, теперь уже не только мама Марина Вячеславовна стала. Вместо Марины, наверное, теперь Марина Вячеславовна. Вот. А папа теперь стал Олегом Павловичем. Теперь он наш руководитель в театре, поэтому, в общем, понятно. Не очень обращаться. Мария Олеговна, вас как называют в семье? Маша, Машенька. Немного вариантов. Я Марии зову часто. Маруся. К вопросу о Марии. Мне сказали, что вот эту фотографию Марии Андреевны вы не видели никогда. Это правда? Я не видела тоже, да. Угу. Знаете, откуда досталась она нам? В Кожино-Венерологическом диспансере города Саратов. Да. Там был юбилей, вот. И они вот нашли вот эту фотографию, мы у них добыли. Я, честно говоря, когда появился проект под названием Мария Олеговна, подумал, что именно в честь бабушки ее назвали. А потом прочитал одно интервью, что вы хотели назвать Полиной. Да, у нас, знаете, как совпало интересно. У Олега Павловича отец Павел и мама Мария. И, поверьте, не было желания называть вот у меня в честь родителей Олега Павловича. Надо было имя, чтобы было созвучно отчество. Ой, 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 ой. Что же мне? Король. Жан-жан. Имя какой дурацкий. Тогда, значит, у тебя дурацкая. Ой, почему это были дурацкие? Когда еще Павлик не родился, я Олега Павловича спросила, вот я вот так вот думаю по поводу имени Илья или Павел. Он говорит, Павел. Я говорю, ну да, наверное, Павел. И, но мы не привязывались, мы не обсуждали, что мы хотели в честь кого-то называть. Но так совпало, значит, так должно было быть. А с Машенькой тоже было. Я действительно, мне очень нравились имена Ульяна, Полина. Они такие мягкие. Но когда я уже была беременная, я поняла, нет, она не Ульяна, она не Павлик, она Мария. Вот Мария. Но это, опять-таки, у меня не было связано с тем, что это имя мамы. Я, честно говоря, задачен, потому что я был уверен, что Павла как раз назвали в честь Павла Кондратьевича. Может быть, Олег Павлович внутри так формулировал? Это фотография военного периода. Это он начальник санитарного поезда 4187. Да, у вас же большая медицинская семья. И мама рентгенолог, и папа врач, а сын вдруг порешил. Я когда читал стихи лежачим больным, мама была заведующим корпусом. И когда я кончал читать, они дружно вставать не могли, они лежачие были. Тумбочка долго, долго там добывали. Самый дорогой был, это кусочки рафинада. Они были в махорке. Но это, пожалуй, повыше награда-то, нежели то, что там на пиджаке. Вот это я хочу, чтобы фотографию посмотрели дети и попытались угадать, кто изображен Мария Олеговна. Что это за фотографии? Потом брату передай, чтобы он писал. Мария Олеговна, никаких ассоциаций совершенно. Честно. Оказывается, и отец, и я, и Пашка родились в августе. А это, я думаю, из саратовского дворца пионеров. Да, это Эля Нодель. Это Слав Каниферов, царство ему небесное. Это драм-кружок, да? Да. А вы помните, как вас взяли в драматический кружок? Меня не в драм-кружок брали. Чтобы уберечь меня от... Пагубного влияния улицы. Пагубного влияния улицы, мама отвела меня в шахматный кружок. И я там сделал некоторые успехи. Наслужился до третьего разреза. Да, Павел Олегович, а вы играете в шахматы? Я проигрываю, Олег Павлович, в шахматы. Ну, это понятно, это премия. Но Олег Павлович еще в танцевальный кружок ходил. Ты драматически попал уже из танцевального или из шахматы? Такого из танцевального. Это там любимая была в танцевальном. Ты же танцевал? Ну, я танцевал просто потому, что любил ее. А так я бы, наверное, не смог. В любви! Смайл-боктику свою! В этом деле, как в бою! Пешет Галантых! Я веду! А вы сможете произнести фразу пролетарии всех стран соединяйтесь? Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вам вот, я думаю, сухостава не взяла. Так я за это и был принят в драм-кружок. Кризис кадровый испытывал, так сказать, драм-кружок. И Наталья Осина пришла к нам, посмотрела на нас, стояло человек, наверное, двенадцать на сцене. Сказал, ну вот ты, мальчик. Ну скажи, пролетария в детстве, соединяйтесь! Я сказал. И она сказала, ну, голосишка, конечно, так себе. Ну ладно, возьму. ТОВАРИЩИ! Всенародный театр-эксперимент искусства, революции, боссом начинает бесплатное представление! Марье, ты бываешь у папы на работе? Да, конечно. Нравится? Да. Будешь там работать? Да. Точно определилась уже? Да. Возражений ни у кого нету? Что это у вас, как бы, не договорились друг с другом? Я считаю, что семья должен быть один человек, который будет нормальной профессией. Вы считаете, что профессия ненормальная в семье? Она нестабильная. Нестабильная в чем? В том смысле, что зависишь от начальников? Нет, она просто нестабильная. А вот я помню, в одном из интервью я читал, было сказано, что Мария пойдет по стопам отца. А странно, что не... Вот казалось бы, да, что она девочка, а она же, по стопам мамы. Ну, почему так было сказано? Почему? Потому что мама не воспринимается как актриса. Не на все спектакли она ко мне ходит. Получается, сейчас в новом репертуаре немного спектаклей, на которые я могу привести ребенка. Я просто хочу показать вот эту фотографию. Это дебют Маши на сцене МХТ. Это она первый раз говорила текст, она очень волновалась. Это был юбилей Олега Павловича. А с кем вы здесь, Мария, вы помните? Кирилл Золотовицкий. О, то есть вот так мы в материале. То есть он юбилей фактически вывел на сцену. То есть сценический крестный папа получился. А почему, кстати, вы были против? Он конкуренции боится. А, в этом смысле. Ну как же, девочки и мальчики. Я думаю, боится конкуренции, Павел. Нет, ну Машка-то вряд ли будет играть мужские роли. А почему? Почему, если у нее отец играл женские? Внимание! Я выхожу! А вот к вопросу обо всяких таких, условно говоря, розыгрышах. Зачем вы давали Истегнееву руку, намазанную или маслом, или вазелином на сцене? Нет, ну это он по заслугам получил. Был там спектакль такой в театре, он назывался «Продолжение легенды». Я там играл московского мальчика из интеллигентной семьи, который влюбился в девушку. И девушку звали Юна. И там была сцена такая в спектакле. И Женюрка взял из спектакля по пьесе де Филиппа Винченцо де Преторе. Мы там играли святых, и на нас такие были нимбы со стекляшками. И он надел этот нимб, но только он был ко мне лицом, а к зрителям спиной, так что зрители этого не видели. Сложил вот так руки, сказал, Лёгик, я юно. Хулиган. Двенадцать долларов. Ну вот в ответ. Жестоко, да. Значит, я загреб вазелину, вот так вот. Здравствуйте. Мы веселились как могли. Марина, а вам приходилось когда-нибудь в театре кого-нибудь разыгрывать подобным образом? У меня таланта к этому нет. Добрый, интеллигентный человек. А вот Павел как-то вот хохотнул, мне кажется, что... Нет, нет. Нет, я просто вспомнил еще одну историю, связанную с «Современником». Что был спектакль, я не помню, как он называется, когда у Олега Павловича была очень маленькая роль, он просто сидел, сидел, а там обсуждали то ли похороны, то ли еще что-то. А ты от нечего делать в какой-то момент начинал просто ковыряться в носу и об стол вытирать козявки. И все же смотрели... Ого, вот это история. Не на Стегнеева, который что-то играл, а на тебя уже. Было такое? Я поняла. Здесь комментарии. Здесь было. Я хочу вот фотографию показать дочери и спросить ее, знает ли она Мария Олеговна. Знаете, кто на этой фотографии изображен? Папа. Ну, вот странно было бы, да, хорошо. И все? Не узнаем? Женю. Уже, узнала, узнала. Он передал нам специально для сегодняшней встречи эту фотографию. А вот эту фотографию передал ваш ученик, да, Саша Мох. Любимых учеников, наверное, нету, да? Есть плеяды, которые вы можете озвучить, а вот назвать одного или двух или трех нет возможности. Это нельзя делать. Я тоже хотела сказать, наверное, не педагогично. Не надо, они знают, кто они, когда выходят на сцену. Всегда? Ну, если мозги есть, голова работает, конечно. В ваших руках будущее синематографа. Окей, мистер Фрест, считайте, что мы с вами договорились. Я вообще, честно говоря, думал, что когда про любимого ученика будет речь, то будет очевидный ответ, что... Что, что, Марина, а ты любимая. А я тоже не ассоциируюсь. Как для Маши я не актриса, мама, так, наверное, для Олега Павловича я больше женщина. Вот одна из моих любимых фотографий, если мы говорим о семействе Табаковых. Как я думал, что это с любимым учеником фотография. Вы знаете, это о спектакле «Обыкновенная история». Валерий Плотников сделал эту фотографию, такая она знаковая. Мы любили, это первый спектакль по классической песне, по-моему, который у нас вышел. «Обыкновенная история». Олег Павлович играл одну его старшего, я играла его супругу. Здесь вот интересная фотография, где Антон Олегович сидит именно под этим портретом, который Плотников сделал. Ну, выражение лица у него не очень довольное. Не то, чтобы он одобряет. А вы одобрили бы выбор старшего сына, когда он пошел по вашим стопам? Он начинал очень хорошо, серьезно, в Амхате. Нет, не в Амхате, в современнике. То есть в современнике, конечно. И я никакого отношения к этому не имел, так сказать, и не лоббировал ничего. Но он вообще с головой человек. Что доказывает, например, у него ведь была целая система ресторанов, несколько. И он в какой-то момент, ну вот буквально там за день, за два, за три до этого дня, да, он взял и продал все рестораны. У него интуиция была такая? Да, да. И уехал, он теперь живет как рантье. На южном берегу. Монако. Монако. Это Монако и еще где-то, в общем. Мы видимся. А его товарищ Андрей Делос мне говорил, что когда Антон становится к плите, то вот в этот день это вот лучшая кухня в городе. Он пользовался кухней мамы моей и соседки нашей, Марьи Николаевны Кац, которая после смерти ее мужа бросила все в Саратове и поехала ко мне в Москву. И вот это была замечательная еда. Вы про еду говорите с большим чувством, чем про театр, я сейчас заметил. Вот сейчас это прозвучало. У нас вообще семья такая поясная. А все ли готовят? Кто за этим столом что готовит? Да не может быть. Я слушаю, я весь сниманием, Мария Олеговна. Ну, я готовлю разные салаты. Для мамы? Да, для мамы, для папы. Супы. Нет, супы, капкейки. Супы? Да. Какие вы супы готовите, Мария? Ну, последний. Томатный был. Томатный был. Тебя не было тогда. Процессует эксплуатация детского труда в семье, я смотрю, в полном объеме. Нет, вы знаете, я так понимаю, что вот Павлика все любили, там, когда он в школе был или в колледже, потому что он такой мальчик, он всегда помогает. Он всегда там разгрузить что-то, убрать там что-то. То есть, чтобы уйти с уроков, я так понимаю, он был готов убрать, поднести, его все очень любили. А Маша, видимо, тоже, когда уроки уже не очень хочет это делать, она готовить начинает. У нее есть повод вот как бы отключиться, переключиться. Ну, я, конечно, шучу, Машка, нет, ну, ты уроки делаешь, все. Нет, я тоже, кстати, я умею готовить, может быть, я не так часто сейчас это делаю. Нет, я не могу сказать, когда есть время, я, наверное, сейчас поменьше, но я борщ вкусно готовлю, я лобю могу приготовить хорошо. Ну, салат, да, с крабами. Нет, в принципе, я умею. Я, если за что-то берусь, я хорошо делаю. Просто иногда немножко другим приходится заниматься. Вы знаете, нет, у нас была традиция, нет, конечно, в плане еды Антон нас объединяет. Он когда приезжает, у него замечательный дом за городом, и мы приезжаем к нему, и он там сам готовит замечательное застолье, да. Вот, и у него дочки к подружке как раз Маши. Две девочки, они с одной одногодские, а другая на год их помладше. Они очень любят, привязаны друг к другу. Вот, а Павел, наоборот, со старшей дочкой Антона общается. Вот, как-то дети сами не общаются без нас. Очень красивая девочка. Они вчера пришли, я подумал, у-у-у, какая вымахала. Олег Павлович, когда Павлик рос, мы снимали дачу в Жуковке, и традиция была, они собирали ветки всякие, разводили. А ты уже в Рублево, а в Жуковке, да. Значит, там Паша рос, и вот готовили шашлыки. А Маша уже росла в Рублево, и мы там тоже. Либо я мариновала, либо мы покупали шашлыки, да. И Олег Павлович, значит, причем не угли, а именно вот он сам разжигал этот костер. Все это долго было, процесс целый был, по лесу ходили, бразили. Но вкусно было, и воспоминания детские вот до сих пор у детей, у одного с Жуковкой, у другой, значит, с Рублево, вот эти папины шашлыки. А вот про любимые блюда, мне кажется, вы все такие вот как бы... Сырые. Сырые. Не-не-не-не, разные. Сырые, довольные. Очень-очень разные. А, наверное, и разные любите ясу. Вот Мария, ваша любимая. Мясо. Мясо от девочки услышать такое. Удивительно, мясо, какое мясо. У нас, знаете, я про... значит, у нас тут есть фотография, вот, у нас Маруся с Олегом Павловичем. Это вот первый день рождения, мы много лет отмечали день рождения в театре. И первый раз, значит, Машенька пришла, ей было года три или четыре, она была на спектакле, значит, конек-горбунок, а потом выпускали в пиквикский клуб спектакль, и там стояла на сцене декорация, и мы решили ее отвезти, чтобы она посмотрела декорацию Максим Матвеев, актер Московского художественного театра, какие-то... Я катаю на овечках. Да. Он очень нравился Маше, и он ее за руку повел за кулисы, и говорит, вот, Машенька, значит, вот у нас вот овечки такие, там овечки действительно такие, а в том же... Я хотела себе одну забрать. Хотела забрать, да. И мне говорит, смотри, какие овечки, ты любишь овечек? Она говорит, да, я люблю шашлык с бараниной. Смотрите далее. Олег Табаков и Марина Зудина о своей первой встрече. Я уж не знаю, что Марина скажет, но... Мне просто Олег Павлович помнит, что я была в белой кофте, я точно помню, что я была в черной кофте. Что народный артист подарил жене в день бракосочетания? Это, в общем, фактически наша свадьба с Олегом Павловичем. И как отнеслись к Марине друзья Олега Табакова? Хорошая девушка, но очень беременная. А вы какое блюдо предпочитаете? Грешливой каша растопить надо. Масло? Лучше сливочное. Не масло, нет. Чего? Сначала ты бекон режешь. Ну, а, да, бекон. Нет, мы уже ушли от этого, от бекона категорически все. Нет, я хочу узнать, это рецепт. Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Мучает меня Мариночка. Правильно делает. Про бекон очень интересно. Да. Ну, вот когда я начинаю этот вот... Мелко-мелко бекон, выделяется жир. Жир выделяется. И я туда еще ручку... Вот берешь ложку... Хрустит. Да, хрустит. Ну, это я тебе должен сказать, просто вкуснее. Павел Олегович, вы разделяете? Да, я пытаюсь иногда повторять, но так как Олег Павлович это делает, у меня не получается. А на сцене получается, как Олег Павлович? Готовить? На сцене? Играть получается или нет? Это художественный руководитель, пусть судят. Ну, художественный руководитель не решает, наверное, что есть на завтрак, на обед, на ужин, потому что я так понимаю, что жизнь-то уже самостоятельная. Да. Нет, я люблю стейки делать. Я люблю Пашину стейки. Как мать отреагировала, когда сын ушел из дома? Вы знаете, на самом деле у меня не было вот этого ощущения. Во-первых, Маша достаточно маленькая была. У меня не было ощущения, у меня, видимо, такая с ним сильная связь, что у меня нет ощущения, что он не с нами. Он все равно. То есть мы в театре очень часто видимся, он часто к нам приезжает и бывает. Пашкевич? Ну да. Да нет, он... А, все-таки Пашкевич? Он часть целого. Да? Вот. Нет, абсолютно. Это единое что-то. А потом, знаете, мне главное, чтобы сыну было хорошо. Вот у меня нет какого-то такого эгоизма. У него очень такая девушка, которая нам очень нравится. Это моя жена, мы будем жить здесь. Сын для любовь. А вы, кстати, очень редко появляете в Инстаграме, по-моему, единственная фотография вашего родителя. Нет, у меня две фотографии. Есть две, да? Значит, вторую я не узрел. Вы видели, да, эту фотографию? Вы знаете, я нет, я вот тоже увидела, думаю, интересно, чья это фотография. А ты очень... Я не... Видишь, как один... Да, потому что... Да, я не знала эту фотографию. Вы не видели, да, Олег Павлович? Нет, это и нет. Как вас видит сын? Это то время, когда я еще толстый был. Какое-то это лето, ты чего? А тебе говорят, ты сейчас не толстый. Вот это потому, что Олег Павлович не дружит с интернетами, как он сам говорил. А почему так редко появляются родительские фотографии? Ну, все-таки это... Семья, это семья. Так. Это как-то личное. Я и говорить про семью не очень люблю, потому что это какое-то мое родное, близкое. Марина Вячеславовна, а вы тоже какой-то... Как дочь ваша выводила фотографии? А нет? Сейчас я посмотрю. Мария опередила. Да. Так. Вот Павлик. Так, вот Павлик. Это фотография Павлика. И партик. Это его дебют на сцене Московского художественного театра, на маленькой сцене, на новой сцене. Маша тогда была совсем маленькая. А сколько лет здесь? Паш, 10, наверное. Маша говорит, 11. Нет, я тогда прогуливал уже школу. 11. 11-12. 11-12. Потому что она же на 10 лет тебя младше. На 11. 12 точно. Потому что я прогуливал школу и ходил в компьютерные клубы. Вот сколько мы узнали. И на самом деле так получилось. Паша был в первом классе. И этот спектакль должен был ставить наш приятель. И он хотел, чтобы Павлик играл. Но я хотела, чтобы Павлик хорошо учился в школе и не отдала его в этот спектакль. Пришло какое-то количество времени, мальчик вырос. И надо было менять мальчика. И Олегу Павловичу пришла идея ввести Павлика. Поэтому Павлик стал плохо учиться и ввелся. Нет, не перестань. Нет, мне просто было очень важно, так как ввод делал Олег Павлович, то мне очень было важно, что они вместе общаются вот в этот период, когда я в основном Машей была занята. То есть поверил все-таки отец первый. Да. Павел Олегович, мы с вами впервые познакомились, когда вы дебютировали в кино. Мы с вами встречались, телебеседовали по этому поводу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, пацан, ты что делаешь? Стой! Я тебя секуну! Стой! Стой! Я же не знаю, какая была реакция в семье. Как отреагировала, допустим, мама на это? Ну, Олег Павлович сказал, что я на своем месте. Так. И что я не опозорился? Не на своем месте? Нет, он сказал, что я не опозорился, и я на своем месте. Так. Вот. Это было сильно. А мама ей не... Мама сказала, что понравилось. Второй фильм уже есть. Уже третий есть в фильмографии, да? Счастье это. Четвертый тогда. Кто все помнит? По легенде все помнит Мария Вячеславовна, а на самом деле Мария Олеговна? Ну, последний, самый масштабный, был дуэлянт. Короче говоря, не зря, не зря. Да, в общем-то. А вот если у нас Мария Олеговна все помнит, может быть, вы, Мария Олеговна, даже знаете, какую первую роль на радио ваш папа исполнял? Я знаю комара. Комара, да? Да. Показываем. Ну ладно, я и... Или ты. Главные свои деньги я заработал не в кино, не в театре, а на радио. У меня была самая высокая ставка, еще 75% за мастерство. У вас же прежде всего по голосу, наверное, да, узнают? А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Мы же не можем про Матроскина... Да вообще, да, люди всегда говорят... Не упомянуть, да. Да. А достало, да, что все время про Матроскина спрашивать? Есть такой момент? Ну, сейчас уже это меньше, а поначалу-то было просто болезненно. А у тебя только один неправильный бетерброд был. М-м-м, дом еще есть. Хочешь, пошли ко мне жить? Меня мама твоя прогонит. Олег Павловичу было обидно, когда Матроскин что-то рекламировать стал. Да. Ему совсем обидно стало за Матроскина, за себя. И чтобы был очень похожий. Потому что стали похоже делать, да, и ему было очень обидно в какой-то момент за персонажа. Ну, значит, это классикой стало. Конечно, нет, конечно, стало классикой. Об этом даже речь. Ну, я думаю, что это заслуга, прежде всего, Успенского. Угу. Потому что, на мой взгляд, это открытие характера. Он же герой времени. Угу. Ну, вот, так сказать, перехода от социализма к капитализму. К реализму, да. О-о-о! Что там? Это Матвиненко. Давайте покажем. Да. Где ты и... То есть, ну, понятно, где это, но все-таки вы рассказали. Вот все, вот она все знает просто так. Ну, давайте рассказывайте тогда, Мария. У вас же здесь, кстати, не было, по-моему. Я осталась на банкете, еще помогала убирать. Вы любите банкеты? Маши любят помогать. Ага. Это открытие памятника. Да. Станиславскому Мировичу. Кстати, про Матроскина. Мы говорили, у Матроскина уже есть памятник. Это же тоже, в общем-то... А, да? В Саратове открыли композицию. Олег Павлович, на самом деле, очень боялся. Мы полетели всей семьей на открытие этой композиции. И Олег Павлович говорит, ужас, какой какой-то памятник. Что там вообще? Он хотел отказаться, не ехать. Нам никто ничего не рассказывал. Это Женя Миронов с Сашей Бородским. Они обсуждали это. Какую-то идею. Долго-долго все. Когда мы увидели, мы облегченно вздохнули. Нам так понравилось, потому что там был герой Олег Павлович из шумного дня, который идет как бы от дворца пионеров в жизнь, вступая. И на заднем плане маленький такой кот Матроскин. И получилось, что это просто композиция персонажей, которые создал таких ярких, которых создал Олег Павлович. это было все достойно очень. А вы, Павел, в Саратове бывали? Да. Последний раз на открытии, собственно, такой статуи. А до этого мы... Статуи? Паша, это не статуи, а скульптура. А до этого мы с Олегом Павловичем ездили всегда в чердым на рыбалку. Эй, братцы, не раки, ихтизавры! Саратов для вас ведь по-прежнему остается таким городом родным, насколько я понимаю. Вы помогаете? Не просто родным, я очень люблю. Люблю это. Город. А вы там бывали? Я многим обязан ему, мне кажется. Я видел, с каким выражением лица дочь взяла вот эту фотографию своей красавицы мамы. Маме лучше блондинкой или вот так вот? Как вы считаете? Мне нравится, как мама сейчас была и до того, как мама покрасилась. А ты меня темной, темной, по-моему, не видела? Нет. Нет, я когда... На фотографии. Правильно, когда ты раз за темной была. Просто эта фотография вот... Давайте я расходится. Олег Павлович, вот. Олег Павлович, вот. И я вот. Это вот мы примерно вот... Одного периода, да? Одного периода, да? Да, да, да. Фотография. Ну, правослуживый, сам гляди. Вот одна жёнушка лежит. Вот вторая. Где? Олег Павлович, вы блондинку полюбили? Да, блондинку. Ну, просто как-то развивались мои чувства к Марине. Она же была ученица. Это вообще было ого-го. Я уж не знаю, что Марина скажет. Ну, просто Олег Павлович помнит, что я была в белой кофте. Я точно помню, что я была в чёрной кофте. Я, видимо, в его воображении была вся такая белая-белая, светлая-светлая. Я точно помню, что я была в чёрной кофте. А я, знаете, хочу показать вот эту фотографию. Я её недавно совсем нам прислали. Видимо, вот пара, которая расписывалась. Это, в общем, фактически наша свадьба с Олегом Павловичем. Вот это подарок его мне на свадьбу. Паш, посмотри. Олег Павлович, посмотри. Вот это Олег Павлович мне подарил на свадьбу. А я так слышу, что у вас и свадьбы-то, в общем, как таковой не было. Ну, вот посмотрите. Мы быстро, мы зашли здесь в Грибоедовский, недалеко ЗАГС. Потому что мне было уже Павла скоро рожать. И Олег Павлович решил как-то, чтобы это было. Я на свадьбе вообще не настаивала. И на то, чтобы мы в ЗАГС пошли, не настаивала. Но решили, чтобы как-то сын в браке родился. Отличный семьянин. Кандидатура жены утверждена рейхспюрером СС. Связей порочащих его не имел. Вот я тут уже так сильно беременная. И вот этого весёлого такого человечка, вот такую рожицу, Олег Павлович мне подарил. Это же из этого, из луне тёмца. Ну, я не знаю откуда, но вот, короче говоря, вот это вот да. Котик! Понятно, почему на мне женились. Я многого не просила и не требовала. Я была довольна тем, чем вот этим унитюнцем. Короче, была я счастлива, была этим параметром абсолютно. Это один кореш мой из детских друзей, глядя на Маринку, я приехал в один из заездов в Саратов, сказал, хорошая девушка, но очень беременная. Мой муж ни в чём не виноват, он не сделал ничего дурного. Раз уж у нас такая тема пошла, то есть здесь фотография с тёщей, с тёщей. Да, это мама моя и маленький-маленький Павлик. У нас так получилось, мы должны были ехать на гастроли. В Израиль? В Израиль, да. И я только родила Павлика, а актриса, которая играла эту роль, когда я была беременная, сама забеременела и тоже должна ображать. Я не могла поехать на гастроли. Мне пришлось взять маму свою. Я кормила. Вот ещё проблема в чём была. Я кормила его. Я не могла уехать надолго. И мама гуляла, значит, по солнечному Израилю. Я кормила Пашку. Было совершенно счастливейшее время. Мы играли матросскую тишину в Израиле. Смотрите далее. Кого из коллег Олег Табаков считает выдающимся актёром? А вот на этой фотографии все великие? Нет, не все. Откровенное признание Марины Зудиной. Выбрала быть женщиной, состоявшейся женской судьбой. И доволен ли народный артист Олег Табаков своей карьерой? И зрители стали меня баловать. Вот здесь есть фотография, где вы с Марчеллом Истроя в «Современнике». Знаете, да, такую фотографию? Видели? Хотел спросить, Марчелло Истроя не великий актёр? Марчелло? Да. Да, он большой актёр. А никогда не было вот такого ощущения, что вот Марчелло Истроя не так сложились обстоятельства, его, ну, знал, условно говоря, весь мир. Да. А Табаков, который как актёр, по мнению людей, которые в этом разбираются, гораздо более сильный, чем Марчелло Истроя не в мире, вот в эту пору известен не был. Не было никогда такого вот ревности, что вот так складывается? Потом, видите, я начал играть в 56-м. И играл сначала вот эту маленькую роль Миши в пьесе «Розовый вечный живой», а потом такой вот был довольно эффектный дебют в пьесе «В поисках радости». И вот прошёл примерно там, ну, меньше года, наверное, полсезона прошло, и зрители стали меня баловать. То есть я выходил на сцену, ещё ничего не начинал говорить. И вот представляете, что они так меня балуют. Ну, больше 50 лет. До сих пор. До сих пор, да. Больше 50 лет, на самом деле. Я думаю, господи, как же я должен играть сегодня, чтобы вот это вот им спасибо сказать. Так вот, ваш городок – это пустыня, жаждущая дождя, и мой спектакль будет таким дождём. А вот на этой фотографии все великие? Царствуем небесное? Нет, не все. А актриса Марина Зудина? Она хорошая актриса, не подводит. Вы знаете, я хочу сказать, что то, что касается оценок Олега Павловича вообще, он очень строг в оценках. Это известно, да. Это на самом деле так. И он прав в том, что сейчас говорят великий, гениальный, про людей, которые просто хорошие, крепкие, хорошие, известные артисты. У него масштаб другой, понимаете, оценок. И среди его учеников, я думаю, если брать какое-то среднее поколение, наверное, вот лучшие актёры нынешнего поколения, многие из лучших. И вы знаете, я помню передачу, когда Володя Машков к юбилею давал интервью Олега Павловича. Говорю, я всю жизнь мечтала, чтобы Олег Павлович мне сказал, Володь, как ты вот молодец. Парочка, молоток! Коси под цыгана до упора. Наверное, всегда к ученике мечтают, чтобы он сказал какие-то добрые слова, но он очень трезв. Про фильм «Не мой свидетель», в котором вы играли, писали, что у Зудиной была возможность получить международное признание. Просто это случилось в тот момент, когда мы как бы соединились с Олегом Павловичем, и я хотела ребёнка уже очень. А он симпатичный. Три месяца в Москве, холодные, зимние ночи. Это просто мысль. Билли, ты говоришь, как моя мама. Мне было ближе к 30, и я понимала одно, что либо надо уезжать, либо рядом со мной человек, которого я люблю, и для которого эта страна, это единственная страна, в которой он может жить. Там вопросов не стояло. Я философски отношусь, у меня есть продолжение, у меня есть дети, и, возможно, они в большей степени в чём-то реализуются. Для меня какое-то женское предназначение на самом деле, оно, и, наверное, в большей степени женщина, чем актриса, но если бы стоял выбор быть, чтобы там называли великой актрисой или гениальной актрисой, и быть счастливой женщиной, состоявшейся женской судьбой, наверное, выбрала быть женщиной, состоявшейся женской судьбой. Я вас понимаю. Да. Мы не про все фотографии успели поговорить, но они все собраны в этом семейном альбоме, и, естественно, здесь, как обычно, оставлено место для того, чтобы он заполнялся. Огромное вам спасибо за эту встречу и за эти фотографии. Спасибо вам за терпение. Извину. Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать. Это ещё мало. Теперь ты ещё за ним полдня бегать будешь. Это почему же? Аж там фотографии отдать. Вот студия первая как раз. Это молодой современник. Сашка Марин, Серёжка Газаров, Гарик Леонтьев, Витька Никитин. Смоляк? Где Смоляк? О, папа, папа. Нет, это маленький. Папа, женщина. А, шиманская. Вот, Паш, ты смотри, какой маленький. А это Антон. А, как похоже, смотри. Я вообще первый раз вижу. Ты посмотри. Это Вовка. Ой, хорошие какие. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин